Новоселье в новых квартирах начинают справлять жильцы рухнувшего осенью в столице Чувашей дома по улице Петрова. В гостях у одной из семей побывала наша съемочная группа. Мы уже спать было, ложились с дочкой. Мне сын звонит и говорит, мам, что там у нас творится? Я говорю, да не знаю. И тут же очень сильный стук, дверь прям очень стали стучать. Я открываю дверь, стоят пожарные стояли, я уже не помню, МЧС по-моему было. И стояли в касках, такие все, бегом-бегом одевайтесь, берите самые ценные. Вот мы успели только сумку с деньгами, там с документами взять, собаку и пошли. Тот злополучный вечер, когда у дома номер 9 по улице Петрова треснула стена, Ирина Николаева вспоминать не любит. Тогда из дома, где, по словам женщины, она жила с рождения, пришлось перебираться во временное жилье. Ну а теперь дали постоянное. Вместо кошки первым в новую квартиру запустили пса Марселя. А дочь Софьи уже придумала, как на новом месте жительства расставить мебель. Тут будет стенка стоять еще, но туда в комнату к брату диван поставят, красивый заказали, все поставят новое. По договору социального найма Ирине Николаевой с семьей дали две комнаты. В одной поселится сын с женой, а в другой она с дочерью и мужем. На Петрова было также те же квадратные метры. И от прежнего места жительства недалеко, дом стоит на улице Шевченко. Так что, к примеру, школу Софьи менять не пришлось. Ну а этажом ниже скоро поселится еще одна семья с Петрова-9. Мы до конца года приняли постановление о представлении жилых помещений, помещений, которые проживали в муниципальном жилищном фонде. Это семь квартир. На всех были приняты постановления, но они еще пока не вселились. Там ввиду того, что были каникулы. И договора со снаемом не заключены еще. Они вот буквально сегодня-завтра обещали, пойдут в правление жилых фондов заключать договор со снаемом. И им вручат ключи. Что касается собственников, то есть тех, у кого в аварийном доме квартиры были приватизированы или куплены, то им предстоит самим решить судьбу своего имущества. Здесь два варианта. Либо они привлекут подрядные организации, за свой счет снесут аварийное здание, затем на этом же месте построят новый дом. Только вот разницу в квадратных метрах между старыми и новыми квартирами собственникам предстоит оплатить самостоятельно. Если же от самостоятельного сноса жильцы откажутся, этим займется город. Участок перейдет в муниципальную собственность, а людям выплатят компенсацию. Решение жильцы должны принять до 15 февраля. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.